Более 60 тонн готовой продукции, порядка 140 наименований. Столько пряников, батонов и булочек сочинский хлебокомбинат производит ежедневно. При подготовке к Олимпиаде цеха завода модернизировали. 12 миллионов рублей потратили на кондитерский цех и еще около 2 миллионов евро вложили в линии по производству батонов и булочных изделий, рассказывает директор комбината Анатолию Пахомову. Например, эта линия без участия человека готовит ароматные сушки. Все автоматизировано. Вот это, что все блестит, это новое. А эта линия пока старая. Жарко здесь. Температура в цехах, как на улице, в самый разгар лета. Условия труда надо улучшать, замечает Анатолий Пахомов. На комбинате все для этого делают, рассказывает руководитель предприятия. Это и система кондиционирования, да и новые установленные линии с меньшей теплоодачей. До печей можно даже дотронуться рукой. Не холодно. По сравнению с тем, что было на ЭКЛ. На той печи там. Еще хуже было. Там рядом с печей уже, с печей, 240-250. Но стремиться еще есть к чему. Об этом уже шла речь на встрече Анатолия Пахомова с трудовым коллективом комбината. На предприятии трудится более 650 человек. И для каждого работника этой крупнейшей и старейшей компании должны быть созданы максимально комфортные условия труда. Да и зарплаты должны расти. Сегодня средняя – 28 тысяч. К персоналу, соответственно, тоже предъявляются дополнительные требования по квалификации. И, соответственно, зарплата тоже от этого растет. В рамках нашего предприятия люди могут повысить разрядность свою профессиональную. Направляем людей в профессиональные среднеучебные заведения, вузы на бесплатной основе. Впрочем, в ходе встречи говорили не только о достижениях и проблемах завода. Затронули и общегородские. Анатолий Пахомов, в том числе и на таких встречах, готов выслушать каждого. После Олимпийских игр, когда уже есть возможность после решения всех основных задач, есть возможность конкретно или по трудовым коллективам повстречаться, выявить, какие у нас есть недостатки, более точечно. В завершении встречи лучшие работники хлебокомбината получили благодарственные письма. Особо глава города отметил тех, кто представляет эту важную профессию пекаря уже не в первом поколении.